С 2007 года в правилах дорожного движения существует следующая норма. Водитель не должен пользоваться телефоном, если устройство не оборудовано гарнитурой, позволяющей разговаривать, не держа в руке телефон. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. У нас проходит оперативно-профилактическое мероприятие под наименованием названия «Мобильник», которое направлено в первую очередь на снижение тяжести впоследствии дорожных трасс в происшествии. И напомнить еще раз всем водителям о запрете пользования мобильным устройством во время движения. Рейд, который проводится в Московской области, призван не только выявить и наказать преступников. Его главная задача – обратить внимание водителей на проблему, которая существует до сих пор. Сегодня на территории Нескороеда проходит операция «Мобильный телефон». Вот вам памятка, такой телефон на время движения. А вы видели, я не разговариваю. Мы его видели, да. Но это вам на всех слушаем памятка. Почитаете, ознакомитесь. Слава Богу, что мы ездим на хороших машинах, здесь есть громкая связь. Но некоторые не пользуются даже этим. По статистике, использование телефона без приспособлений увеличивает вероятность аварии в 4 раза, а при отправке смс – в 6 раз. Но, вопреки упрямым цифрам статистики, некоторые нарушители считают, что от гарнитуры больше вреда, чем польза. Случайные звонки, на них приходится отвечать. А сканфриум, мне кажется, мое личное мнение, оно очень сильно отвлекает от самого движения. Потому что, если знать, что ты можешь постоянно разговаривать, в этот момент, наверное, все-таки внимание гораздо серьезнее отвлекается. Справедливости ради надо сказать, что немногие водители разговаривают за рулем. В течение часа, пока с сотрудниками автоинспекции работала наша съемочная группа, удалось остановить всего 6 подобных нарушителей. Зато других проступков хватало. Например, этот фургон остановили из-за сильной тонировки, не соответствующей ГОСТу. Автомобили, которые стояли прямо напротив места, где проводился рейд, были припаркованы с грубейшим нарушением правил. Фактически, прямо на проезжей части. Уделяется внимание на иные нарушения правил дорожного движения, в том числе на нарушение правил парковки автотранспорта. Проводятся мероприятия в комплексе, отрабатывается и светопропускаемость, так называемая тонировка, непредоставление преимущества пешеходу, нарушение со стороны пешеходов и все, что предусмотрено по 12 главе правил дорожного движения. Сотрудники ГИВДД напоминают штраф за пользование мобильным телефоном без специального устройства во время управления автомобилем составляет 1500 рублей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.